Ребят, всем привет! И давайте в этом коротеньком видео буквально сравним и посмотрим, стоит ли платить больше или может заплатить меньше. И в чем же у них принципиальное, особенное различие? Roborock и Xeova. Это второе поколение, это уже, можно сказать, третье бюджетное. Начнем, пожалуй, с самой такой веской причины, почему эта штуковина дешевле Xeova. У нее нет лидара, то есть, соответственно, у нее нет построения карты помещения, соответственно, она будет кататься по помещению по своему алгоритму. Наш Roborock и первая, вторая версия строит карту и за счет этого проезжает все места, которые есть в доме, которые он может заехать. И при этом не тратит лишней энергии и при этом он убирает, наверное, намного чище, чем просто хаотичное движение. Это, в принципе, уже проверено. Аккумулятор. Литий-ион 2600 мАч, литий-ион 5200 мАч почти в два раза. Соответственно, и время уборки тут 60 минут, тут время уборки в максимальном режиме до 150 минут. Соответственно, здесь время зарядки составляет 3,5-3 часа. Наш Xeova время зарядки около двух часов. И у обоих роботов постановка на зарядку автоматически. Мощность всасывания 2000 паскаль, здесь 1600. То есть, этот Xeova слабее по силе всасывания. Кроме этого, возможность влажной уборки, возможность влажной уборки отсутствует. В обоих установлен, в принципе, циклонный, так сказать, фильтр, хепа-фильтр, сеточка. Здесь моющийся, здесь не моющийся. Ну, в принципе, я думаю, что можно будет поставить сюда и моющийся. Но при этом в Xeova 640 мл мусорный бак. Здесь же всего лишь 480. Максимальная площадь уборки 250 квадратов. И, в принципе, я скажу, я подтверждаю это. То есть, на зарядке он где-то способен. Два этажа дома у меня легко убирает. Здесь же всего лишь 80 квадратных метров. То есть, рассчитывайте это на двухкомнатную квартиру, трехкомнатную. Где-то так, не более. Вес 3 кг, вес 3,5 кг. Габариты у них практически одинаковые. 350 на 353 мм. Здесь же у нас тоже 350 на 353 за счет бампера немножко больше. При этом высота здесь 96,5 мм до верхней точки лидара. Здесь же у нас высота 95, то есть 91 мм. То есть, этот робот залезет туда, куда не залезет роборок. Проверим совместимость щета. Как вы знаете, вот видите, сколько здесь песка у меня. Тем, кто скептиком плохо убирает. Отлично, он убирает, особенно если это делает каждый день. Вообще, ничего нет. Никакого мусора нет. Посмотрите, посмотрите. Щетки полностью идентичные. И защелки, они тут тоже, кстати, с вот этой резиновой вкладочкой. То есть, которая иногда бывает, если куда-то наедет, она рвется. Но они идентичные. Что у Сева, что у Роборок. Так, щеточки. Я, насколько вижу, тоже они идентичные. Даже у меня, видите, намотал. Но продолжает работать и не возмущается. Колеса. Да, шасси. Я тоже их назову идентичными. В принципе, даже база, ребята. Даже база подходит. Я только что ставил Роборок на... Вернее, я Сева ставил зарядку на Роборок. И она пошла, эта зарядка. База абсолютно одинаковая. То есть, платформа плюс-минус идентичная. Но отсутствует лидар. Видите, насколько меньше контейнер у Xiaomi Роборок в второй версии. И насколько больше у Сева. 680 мл. Тут можно его не выбрасывать, ну, не знаю, дня 4 так точно. Проверим, подойдет ли ХЭПа. Я так, по всей видимости, вижу, что... Да, они идентичные, ребята. Полностью идентичные. То есть, можно купить ХЭПа моющийся от второй версии. И установить его взамен нашего. То есть, никаких проблем нет. То есть, ребята, основной момент, это, конечно же, сила всасывания. Это же, конечно, аккумулятор. И отсутствие лидара. Вот эти вот основные ключевые моменты. Это главное отличие Сева от Роборок первой версии. Ну, и где-то даже второй версии, и где-то даже первой версии. То есть, в принципе, я могу рекомендовать покупки Сева. Если у вас однокомнатная квартира и, допустим, там кухня. Либо там кухня-студия и еще одна комната. Тогда, да, тогда он, в принципе, будет каждый день убираться. И с этой работой будет справляться на отлично. Если у вас уже больше одной комнаты, конечно же, я рекомендую либо первую, либо вторую версию, если вам нужна необходимо влажная уборка. Ну, скорее всего, цена-качество. Я думаю, это первая все-таки версия. Ее точно к покупке рекомендую, как никакую другую. Можно банально не думать о том, что пылесос что-то не уберет. Он уберет всегда, и всегда у вас будет чисто. Особенно, если это он делает каждый день, когда вы, допустим, пошли в тот же магазин. Или просто поехали на работу, а приехали только, вытрусили мусорник. Вот, видите, это уборка на первом этаже за один день. То есть, шерсть, пыль, песок, это все присутствует. И присутствует у меня не на полу, а присутствует в пылесосе. А дальше будет присутствовать в мусорнике. Так что, ребят, если понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всего всем хорошего. Не пропустите следующие видео, тесты и прочее, прочее. Всем пока-пока.